ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я могу сделать фотографии для вас? Нет, мы делаем видео о нашем туре, о нашем «енжоин» туре. Ира, что ты делаешь? «енжоин» Ты мой диван, люди! Всем привет! Мы группа Пани Валиткова. Хотим рассказать вам о своем первом европейском туре. Мы очень скучаем по Европе, хотим еще раз поехать в тур. Потому что в этом году мы были в Берлине, Кракове, Брэмерхафене, Миндоне, Варшаве, Гамбурге, Ганновере, Кёльне, Вюртсбурге, Бремене, Гамбург, Роттердам, Вюртсбург, Ганновер, Гороец, Гороец, Хельман. О, Хельман, точно. Это была… И Хельсинки тоже была. Хельсинки. О, да, классно. Ира, ты счастлива? Очень. Оля, ты. Не то слово. Мы поехали в тур вместе с нашим менеджером Ольгой Ивановой. И у нас был прекрасный водитель Иван. Иван, это что, поганый был звук, да? Поганый. Иван. Мы постоянно ездили все вместе в буст. Мы там ели, спали и придумали себе такое прозвище, что мы Homeless Ladies. Homeless Ladies. Кто мы? Homeless Ladies. Как будто прожили целую жизнь этот тур и столько новой информации о себе и о людях мы, наверное, никогда еще не встречали. Неважно, на каком языке ты поешь, если ты делаешь это искренне, то твоя музыка будет задевать всех людей. И мы поняли, что на самом деле нет границ между людьми, между странами. Мы только сошли со сцены 2 секунды назад. Как впечатление? Я не чувствую никаких границ. А границ? Ира, где мы? В Кракове. Ты волнуешься? Да. Ира, а ты? Я не волнуюсь. Я выхожу после чека забрать мерч, и сидит девочка с родителями, и она на меня смотрит, и я понимаю просто, что она меня узнала, и она подбегает, начинает обнимать, плачет. И оказалось, что это наша фанатка, которую зовут... Гося. Гося. У нее есть одежда с нашим портретом, какой-то свитшот, у нее есть, по-моему, она все время ставит на аватарке наши рандомные фотографии. Ну, в общем, она очень милая, нежная барышня. Это, конечно, очень трогательно, когда тебя в первый же конце встречают наипреданнейшие в мире европейские фанаты. Привет ей передаем? Да, Гося, привет. Поцеловач. 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 Приедем еще к тебе. Ты шапку надела? Надень шапку. Ага, сейчас. Я не хочу, она такая тяжелая. Краков. Это было очень хорошее, позитивное начало тура. Краков. Это был наш первый концерт европейского тура, полноценный... что я говорю? У нас же в Хельсинки был первый концерт. Да, блин. Оля, привет! Оля, привет! Оля, привет! Вот и Оля, наш менеджер. Оля, привет! Оля, привет! Хотелы уйти! Это был приступ в Хельсинки. Ира, где мы? Мы в раю. Главное, эти фотографии никогда не переведут! Не. Не передедут. Что именно тебе? У меня есть абсолютно все. Ты любишь Украину? Очень люблю, но, конечно, очень хорошо. Это такой город, хочется плакать, если честно, от красоты. От хорошего? В Хельсинки это был приступ красоты, этот город нас очень вдохновил, и мы просто были счастливы быть там. Это камушек, это мой сувенир. Это, наверное, кусок нашего отеля, где мы поселились. И после этого концерта, поскольку он был первым, мы так подумали, что, наверное, в Европе везде будет так круто. Очень обрадовались, но нет. Минден, это провал! Итак, чуваки, мы вот сейчас просто в идеальном номере. Иде-а-льном, с двумя кроватями. Боже, Ира, как тебе этот номер? Я в шоке, иди за диваном. В общем, мы туда приехали, и нас встретил прекрасной красоты мужчина Иранец, Который не выходил на связь. Который не выходил на связь, да. Мы приехали в клуб, а нас тут не ждали. Мастер просто на все руки. Он и бармен, он и звукорежиссер, он и хостес. Ну, в общем, он все. Это значит, что он ничего, на самом деле, этого не делает нормально. Звук был ужасный, аппарат ужасный. А потому что человек стоял за баром в это время, когда должен следить за звуком. В зале кричали нам, Калинку-малинку давайте. Вообще, к концерту он сказал, что... Ну, во-первых, он не говорил по-английски, но мы поняли, что он чем-то недоволен и просто отказался платить. А щебень воду вам на шаурмой. Представляете, шаурмой. А мясо там было, Иван? Не было. А на следующее утро, когда мы выезжали из отеля, оказалось, что номера тоже не оплачены. Неважно, это самое лучшее место на свете. И наш организатор потом сказала, а я вообще не поняла, как этот город оказался у вас в списке тура. Я могу найти один плюс. Мы играли на улице, кстати. Так как реклама была плохая. Ее не было вообще. Мы решили, поставили эту табличку на улице и играли разные песни. И зазывали людей. Некоторые пришли. Невероятно просто. Просто невероятно. Зал аплодирует. Ахитка. Ира, где ты? Помнила? В Уртбурге. В Уртбурге. В Уртбурге – это первый европейский фестиваль, на котором мы были. И еще у нас там было такое волшебное событие. Оля приобрела волшебные очки. В общем, любая информация, рассказанная в этих очках, должна восприниматься мгновенно. Если кто-то не понял, я просто отворачиваюсь и поворачиваюсь уже в этих очках. Вы знаете, мы не прочитали ваш райдер и не будет комбика. Оля, мы с вами договаривались, что только один раз кушаем сегодня. Они уже пообедали, все. Ну, вы уверены? А сейчас я покажу вам в радио. Очень много смех. Оля, как тебе вообще нравится работать в моей неделе? Хочешь. Серьезно? Я просто не понимаю, в чем прикол. Классно, нам понравилось. Что ты делаешь? Я сижу, жду, пока чекает Даша свои карабаны. Даша, ты рада? Я просто счастлива, чувакин. Просто ходить в душ. Мыть голову, сшить ее феном. Три пальца в центр лба. Нажимая, начинайте движение вниз обеими руками, замедляя движение в височной области. Где вы? В Берлине. Что вы делаете? Кушаем, уже ничего. Кто вы? В чем, пока ты почекаешься? Мы беженцы. Мы приехали в Берлин. Берлин – это аншлаг. Берлин – это браво. Мы два раза играли в Берлине. В начале и ближе к концу тура. Потому что в первый и второй раз мы собрали аншлаг, полный зал и пришлось вернуться. Первый концерт в Берлине был замечательным тем, что я потеряла голос. И девочки назвали меня дельфином. Второй раз мы приехали, и у нас было время потусоваться немножко в Берлине. Мы врываемся в Якубе. Народ пошел в гей-бар, конечно же. Куда же еще можно пойти в Берлине? Берлин, наверное, город, в котором мне лично хотелось остаться и пожить. Единственный. Ты можешь быть там таким, какой ты есть. То есть, есть ощущение, что этот город тебя принимает полностью и целиком. Наш менеджер катается на качеле в Берлине. Берлин – это первый успех по-невековой европейски, когда есть два аншлага в городе. Это потрясающе. Это было только начало, господа. Знаешь, что вы хотите еще хочу по-невековому в Берлине? Это будет завтра, и это будет 2 липня. Я еще хочу сказать по поводу жилья, что если вы думаете, друзья, что мы жили в прекрасных отелях, то вы ошибаетесь, потому что мы жили по людям. Спасибо большое Олегу, который нас приютил во второй раз. Ребята, что произошло? Машинка. А может, я сюда ставлю? Мы, короче, поставили стирку в чужой квартире. Приходим, а машинка перевернута просто на 90 градусов. Ну, не знаю. Там 360. А еще у нас есть подозрение, что растакала и треснула плица. Ух, нету, просто. А может, кто-то пришел сюда, перевернул и ушел? Ммм, надо идти. Девочки, а где мы? В Кангобере. Мы жили в хостеле у мужчины, который сказал, что он принимал там 1500 групп. Кофе готов. Вот, но самое главное, что у него была кофемашина. И слюна пошла. Оля, расскажи, почему для тебя товар? Потому что я не пью, не курю, не принимаю наркотики, не веду беспорядочную голову жизнь. А могла бы. А могла бы. Могу я быть кофейным наркоманом? Нет, нет. Ганновер – это любовь и забота. Директор, на тебе бумажку, просишь. В самом прекрасном месте, в котором мы только были, наверное, самое... А это место называется? Ганновер. Еще это был особенный концерт, потому что мы решили сделать квартирник из этой всей домашней атмосферы. Я переборщила. С макияжем. А ты? Я пока еще нет, но я сейчас тоже даже сделаю, не переживаю. Ира, где ты? В каком-то городе? Бременхафен. 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 Бремен? Р-хафен. Бременхафен. Где мы, Оля? Мы в Бременхафене. Что бы это ни значило. Как мы сегодня будем решать свои проблемы? С помощью волшебных очков. Мы выступали там, в бывшей конюшне. Где? В конюшне. Мы в конюшне, потому что мы рабочие лошадки, как выяснилось. Когда мы ехали по этому прекрасному городу, нашему водителю пипикнул какой-то другой водитель, который увидел, что у нас украинские номера. Водей промолкает. Они продают уже билеты в наш концерт. Побачили номера украинские, и он уже впаривает концерт. Наш молодец. И вот этот человек, который ехал в другой машине, загуглил наш концерт, пришел, и потом нам еще провел экскурсию. Еще мы заметили, что немцы очень ритмичны. У нас есть одна песня, где очень сложно попасть в ритм. Они сразу его ловили, поддерживали, и мы всегда их хвалили после этого. Вера, где мы? В Гамбурге. О, Гамбург. Нам удалось впервые за весь тур, наверное, погулять по городу, потому что у нас было, по-моему, два свободных дня. Почему мы на корабле? Потому что мы здесь будем спать и выступать, полагаю. Да-да, вы не ослышались, мы играли на палубе корабля. Штубнис. Штубнис, да. В Гамбурге это был не просто корабль, а сам зал, где мы выступали, это был холодильник для рыбы. Звукорежиссером на концерте был настоящий... Капитал. Капитал. И организаторы хотели, чтобы мы жили на настоящих каютах. Но homeless ladies решили, что мы не хотим там жить, потому что... Иван, вам подобается тут? Жало курито. Нам просто хотелось в душ. В Гамбурге мы также играли с организатором на сцене, потому что Тиль... Здесь соло, может быть, у вас хороший план. Тиль и Марушка, пара, которые были организаторами, он играет на флейте. И мы вместе с ним сыграли песню... Космополитик. Космополитик с сон. Космополитик. Космополитик сон. Ира, где мы? Мы в Люксембурге. Что мы тут делаем? Чилим, смотри. Я буду тут спать. Я буду тут спать. Мы как в сказку попали. Оля, ты счастлива? Мы выступали на улице. Мы давали концерт на улице. Нам нужно было промоутировать свой концерт. И кого мы встретили на концерте в своем уличном? Кого? Мы уже вроде бы отыграли все песни, которые хотели. И собирали инструменты, шли по городу, увидели африканца. И мы решили сесть к нему и начали с ним вместе играть. Я отрыла себе талант рекламщика и фанатично раздавала листовки всем Люксембургам. Я думаю, плюс пять человек пришло на карта с помощью наших. Один был. Мы в зале спросили, один понял, кто пришел. Мы поселились в очень добрых людей. Мы жили у пары Настя и Мартина. И раз Оля жили у пары Коли и Наташи. Будем плакать. Мы все поплакали. Это было поза кадром. Люксембург найкраще место. Чуваки, найкращие люди. Это Настя. И еще там был прекрасный Арно. Арно, 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 Арно. Это оставьте. Арно, Арно, Арно. Катастрофа. Катастрофа. Может, Арно, не понимает, что ты плачешь, но если ты плачешь больше, Ира. Ира, сейчас расскажу, что мы сделали. Мы задолбали Арно. Арно бедный. Это тоже организатор концерта, которого мы очень полюбили. Врываемся. Врываемся. Иван врывается. Иван врывается. Все врываются. Мы врываемся! У-у-у-у! Оля, врывайся, давай! Чуваки, знаете, где мы сейчас живем? В Бельгии. А где сам мы? Понятен, мы. Оля, где мы? In the middle of nowhere. У нас было пару выходных на пути в Голландию. И мы очень быстро пытались найти какие-то варианты жилья. И нашли домик в какой-то бельгийской глуши. Мы гуляли, бродили в лесу. Собирали корушишки. 20 евро на Пугачеву. Мы скакали, прыгали, занимались йогой, медитировали. Это был прекрасный отдых. Это действительно был подарок посреди тура, когда мы уже все были уставшие. Нам нужно было отдохнуть. А потому что что, Даша? Потому что все складывается? Наилучшим образом. Нида в пустыне. Давай. Вельгийская деревушка – это лес, отдых, медитация. Копкла Блэк называлась эта деревушка. Расспомнила. И конь. Конь, привет. А скажи, пожалуйста, ты придешь на концерт по Невалькову в Роттердаме? Где мы, чуваки? В Кировограде. Посредине европейского тура мы решили выступить здесь. Странное место. Очень странный концерт. Это сюрреализм. Странное место. В Кировограде. Это место, которое мы играли, называлось «Галерея». Сказали, что это очень крутое тусовочное место. Там пахло мексиканской едой. Там была выставка картин, выставка какой-то очень странной одежды. Там была гадалка «Таро». Там были странные манекены вообще в нереальной одежде из пакетов. Роттердам – это сюрреализм. Сто процентный. Даша, ты где? В Роттердаме. И кого ты здесь хочешь встретить? А что ты делаешь, чтобы привлечь его? Я говорю так. Мужчины. В Хельманде нам еще удалось немножко погулять по городу. Мужчины. 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 Сказали симпатичность мужчин. Но не нашли, потому что они все сидели по домам. Одина помогла ручкой за кадром. Когда люди рассказывают о том, что там в туре люди, не знаю, может быть, когда у тебя есть группис, ты можешь развлекаться, но вообще ты настолько измотан, что я не представляю, какие могут быть романтические истории в туре. И силы. И силы на это. Да ладно. Оля! Где мы? До Франкута. И что мы здесь делаем? Я лежу на солнышке и загораю. На этот концерт приехала наша первая латиноамериканская фанатка. Мариэль Домингес. Привет! Сан-Бьё до лоу. Тоби шутили, что мы ворвемся, и ни разу не ворвались нормально. И это был первый раз, когда мы по-настоящему потанцевали под песню мальчик хочет тамбов в Афранкуте. Это тоже весьма сериалистично, но это было круто. А потом что? Я хочу еще сказать очень важную, даже просьбу. Друзья, когда мы были в туре, у нас покупали мерч. Это диски, футболки, наклейки. Это очень хорошая практика за границей, но почему-то в Украине люди считают, что это не нужно. На самом деле, таким образом вы поддерживаете группу, потому что представьте себе, что мы должны снимать клипы. Мы хотим для вас снимать клипы, но это тоже стоит денег, как вы полагаете. Мы покупаем новые инструменты, новое звучание. Поэтому я лично очень прошу вас после концерта сегодняшнего купить наш мерч. О, класс! Это обязательно вставь про мерч. Камон, Дашка! Старайся не трусити попил, забывай водяга пятку и поедем пайдеть. Бродяга пятка, да? В Кёльне мы выступали в очень крутом клубе, действительно, в котором, кстати, впервые за границей выступала группа «Океан-Эль». Когда ты в маске, можно делать как, Даша? Так. Времен – это город, в котором проходит бременали, это большой фестиваль. Рай – это был очень странный фестиваль. Так, где? Я не могу подходит. Рено? Это мастфилит, Ира, попробуй. Ничего не хочу трогать. Даже одной к стенке прикасаться не хочу. А где ты, Ира? Варшава. Варшава – это усталость. Я в Варшаве в музее. Варшава – это как дом. Короче, Дашечка, а где же ты? Знаете, я думала, что мы в Варшаве, а оказывается… Мы? В Киеве! Потому что вон Крещатик. Вот надумной хрен, который стоит где-нибудь на Борщаковке. А вот и нау! Выступая в Украине, конечно, ты чувствуешь просто поддержку и такую любовь. И ты знаешь, что ты при любом раскладе тебя будут аплодировать. Тебе будут, не знаю, будут люди рады, даже если будут какие-то минимальные погрешности. Украинская публика всегда реагирует хорошо на тексты, потому что они понимают их, в отличие от европейской. И коннект происходит еще быстрее. И, конечно, украинцы любят петь и танцевать. Это публика, которая очень легко поднять на какой-то движ. Нам нравится ваша эмоциональность, открытость, искренность и то, что вы всегда выражаете то, что чувствуете, и мы это видим со сцены. Мы вас слышим каждый раз, что вы там говорите, каждое ваше слово. Желаем вам хорошего концерта, пойте вместе с нами. Ватамана, Ватамана, Ватамана. Ватамана. Продолжение следует...